Будешь многодетно, видно. Аллилуйя. Слава Богу. Добрый день, дорогие братья, сестры. И прошел у нас детско-подростковый выезд. И знаете, что вам хочу сказать по поводу детско-подросткового выезда? Вот меня очень сильно там коснулся Бог, когда я увидел вот в конце, в конце выезда, и я говорил слово перед подростками, перед детьми, а потом была молитва за них. И служители молились, кому-то дети сами подходили и просили за них молились, кому-то подходили молились, и я увидел, что у нас потрясающие дети. Вот, знаете, у нас дети, которые, кто-то переживает Бога, кто-то стремится его пережить, кто-то уже пережил, и, знаете, так было интересно, когда, ну, за них служители молятся, а они плачут, обнимают их. И это так важно, это так ненаигранно, это так искренне, это так чисто, это так прозрачно, это так вот, знаете, это так вдохновляет, что, ну, Бог так касается детских сердца. Поэтому пусть Бог да благословит наших детей, молитесь со своими детьми, читайте Библию. Вот вдохновляйте их не просто жить, а быть частью церкви, и взять в церкви какое-то служение. Я видел очень там много потенциальных служителей, подростков, и даже еще детей, но которые будут хорошими служителями, и в которых нету страха, в которых нету сомнений, в которых есть вот эта вот потрясающая вера, которая сможет двигать горы. И все, что им Бог не скажет, они пойдут и будут делать все, что Он им говорит. И будут происходить великие чудеса, и великое пробуждение будет, когда будут люди откликаться на голос Духа Святого, веровать и делать это. Аминь. И сегодня я хотел бы говорить о такой важной теме и о сострадании. Тема моей проповеди, она называется «Сострадание». Но я хочу начать с одного места из Священного Писания. И давайте откроем Деяние, первую главу. Деяние, первая глава. Деяние, первая глава, с восьмого стиха. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». И здесь, знаете, такие очень важные слова написаны, очень сильные, очень проникновенные. «Но вы примите что?» Давайте все вместе скажем. «Но вы примите что?» «Силу». «Но вы примите что?» «Силу». «Еще раз!» «Но вы примите силу». Сила – это не физическая, в буквальном смысле сила. Но это сила, которой могут покоряться, по которой может покоряться все. И там написано, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И, знаете, я понял такие интересные вещи, что только Дух Святой, сошедший на человека, Он может сделать из религиозного человека Дитя Божие. Только Дух Святой может сделать из религиозного человека Дитя Божие, который будет действительно Дитем Божиим, который будет делать то, что Бог говорит. И если Дух Святой не сойдет на тебя и не будет в твоей жизни, ты никогда не поймешь Священное Писание, оно никогда тебе не откроется. Иногда, знаете, как люди говорят, смотрю в книгу и ничего не вижу. Читаю ее и ничего не понимаю. Без Духа Святого ты в этой книге не разберешься. Потому что это просто слова, это просто текст, но оживляет их в твоем сердце только Дух Святой. И ты можешь читать одну и ту же историю, одну и ту же главу, месяцы, года, десятилетия, и Дух Святой тебе открывает ее по-разному, в разном ключе, в разных направлениях, в разном свете. Потому что Он учит тебя и видит, как ты возрастаешь, и Он хочет делиться с тобой все новым и новыми и новыми вещами. И, знаете, мы привыкли, вот мы привыкли силу Духа Святого видеть и знать о ней, и принято считать, что она является только в чудесах. Вы знаете, проявление, ну, крещением Духом Святым, это что? Это говорение на иных языках. И проявление силы Духа Святого, многие считают, что это исцеление, что это какие-то сверхъестественные вещи, это, ну, это что-то сверхъестественное. Но мы забываем, знаете, есть и другая сторона силы Святого Духа недооцененной. Вот такая, к примеру, сила, как любить. Кто ей надделяет тебя этой могущественной силой любить Дух Святой? Прощать. Как можно прощать без Духа Святого внутри? Как можно прощать? Ты никогда не простишь. Ты никогда не сможешь любить, если в твоем сердце не будет Духа Святого. Ты никогда не сможешь миловать. Миловать не потому, что люди заслуживают милости, а потому, что внутри тебя есть Дух Святой и сострадание к людям. Ты никогда это не сможешь делать, если не будет Духа Святого. Если в твоей жизни нет Духа Святого, ты никогда не встанешь, если ты упал. Кто понимает? Ты никогда не встанешь, если ты упал, потому, что только Дух Святой дает тебе силу, надежду встать, забыть заднее и начать простираться вперед. Если нет Духа Святого, ты никогда не сможешь утешиться и утешать других. Это важная, знаете, важная сила, уметь утешаться самому и утешать других. Если не Дух Святой, ты никогда не сможешь сострадать. И, знаете, я хочу остановиться на сострадании. И, знаете, такое простое слово «сострадание», но сколько и как сильно о сострадании сказано в Священном Писании. И я хочу буквально с вами сегодня посмотреть это, разобрать. И давайте откроем послание Колоссянам 3.12. Послание Колоссянам 3.12. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно мудрие, кротость и долготерпение. Мне нравится, как написано в современном переводе, я процитирую, этот же стих. «Поэтому, как избранные святые и любимые Богом, оденьтесь в сострадание». В Писании написано «оденьтесь в сострадание, доброту, смирение, кротость и терпение». И если мы будем дальше рассматривать и смотреть Священное Писание, мы увидим, что сострадание, оно является поиском выхода из различных ситуаций, из различных обстоятельств. И давайте обратимся к Священному Писанию и откроем одну историю. Матфея 20 глава, 34 стих. Матфея 20, 34. Матфея 20, 34. «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тот час прозрели глаза их, и они пошли, что? За ним». Что мы можем увидеть в этом священном тексте? Какую сильную вещь, сильный момент, на который бы мне хотелось обратить ваше внимание? Иисусу стало жаль этих людей. И Он что сделал? Он прикоснулся. И Его прикосновение, оно вызвало что? Исцеление. И знаете, вот я понял, что недостаток определенных чудес в нашей жизни связан с тем, что у нас нету сострадания. Я точно знаю, что сострадание – это то свойство, которое дает Духу Святому и Божьей благодати действовать и совершать чудеса. Я думаю, что Иисусу, вообще, Сыну Бога, прообразом Бога на земле, Господом и Спасителю, я не думаю, что Ему надо было кого-то жалеть. Он просто мог брать и исцелять, Он просто мог брать и творить, Он просто мог брать и совершать. Но Писание говорит, Иисусу стало жаль людей. И иногда я замечал такие вещи, что когда ты молишься за людей, у тебя нет сострадания. Кто понимает? Но нет сострадания – это молитва просто потому, что тебя попросили молиться. И ты молишься, ты говоришь правильные слова, ты говоришь нужные слова, ты призываешь Бога Всемогущего, призываешь кровь, и ты говоришь правильные, важные слова, которые написаны в Священном Писании, но в твоем сердце нет сострадания. Ты не сострадаешь. Знаете, вот чтобы сострадать, чтобы являть чудеса, нужно порой запачкаться в этом. И, знаете, я обратил, я сейчас расскажу вам свидетельство, которое вот буквально ко мне подошел, ко мне подошел брат перед служением, и сказал мне, говорит, пастор, ты помнишь, молился за нашего сына на служении? Я говорю, да, помню. Представьте, я за многих молюсь, но эту молитву я тоже запомнил. И он говорит, представь, ты помолился за сына, и в тот же день ему стало лучше. Хотя долгое время, годы, у него была сильнейшая аллергия, и молодой просто пацан, просто вот Матфей, он не мог кушать то, что кушают остальные дети. Я сейчас не хочу сказать о том, что у меня есть какой-то дар целителя. Вообще, когда я молюсь, немногие люди получают исцеление после моей молитвы. И, знаете, я начал задумываться, а что я сделал так, или что я сделал не так? Что я сделал такого, что не делал в определенные моменты? Я помню эту молитву. Когда ко мне подвели Матфея, говорят, пастор, помолись. И, знаете, можно просто помолиться, можно просто иди сюда, возложить на него руки и помолиться, благослови Господи тебя. И это правильно, это да и аминь. Некоторые проповедники, вот знаете, трут руки, ну вот как-то, знаете, тепло. Потом все это повторяют. Но суть не в этом. Я помню, когда, вот я молился, прямо вот здесь, на этом месте, я помню, он стоит маленький, а я большой. Я сел, взял его за руки, смотрю ему в глаза. Говорю, как дела твои? Он, хорошо. Я говорю, вот, а что ты хочешь, вот, кушать, вот, как все кушают? Знаете, вот, я начинаю с ним разговаривать и смотрю ему в глаза. И в моем сердце появляется, ну, вот, сострадание, понимаете? Вот, просто там, ладно бы взрослый мужик там, аллергия его, но он уже наелся всего в жизни. Уже и не надо ему ничего есть. А этот, ну, мальчишка, он начинает жить, он, знаете, у него вся жизнь впереди. Вот это ограничение. Я смотрю в его глаза, они такие светлые, искренние. Он, знаете, он верит, его подвели к какому-то дядьке, и он должен за него помолиться, и он верит. И я смотрю в его глазки, а он такой, ну, знаете, вот, ну, мальчишка. И у меня внутри, ну, вот, появляется сострадание. И я молюсь за него, вот, знаете, с состраданием внутри. И бах, и происходит, и происходит исцеление, и происходит улучшение. Не всегда, когда я молюсь, у меня есть сострадание к людям. Кто понимает? Это не проблема людей. Это не проблема людей, это проблема меня и моего сердца. Но я понимаю, что везде мы будем дальше читать Священное Писание. Иисус, Он сострадал, Он, знаете, Ему становилось жалко этих людей. И эти вещи, знаете, вот, сострадание, они вызывали, они вызывали волну, знаете, чудес, волну преобразований, волну исцелений. Сострадай! Сегодня сострадание, оно так далеко вообще от нас. Сегодня мы можем, и хотим сострадать, или чтоб только нам. Ну, посострадайте мне. Ну, вот, а научиться сострадать другим людям. Да, ты можешь запачкаться, поговори с человеком, пусть он тебе выскажется, вот, войди в эту ситуацию, пусть у тебя будет сострадание, и твоя молитва, она не будет просто словами, она будет, знаете, соединена с Богом, и как Бог за нас страдает, и как Бог за нас переживает. И эти переживания сольются, твои, Божьи, и произойдет чудо. Если мы посмотрим в еще одно место из Священного Писания, давайте откроем Матфея, 15 главу, 32 стих. Матфея, 15, 32. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, жаль мне народа, ну, жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне и ничего не ест, отпустите же их, неевшими не хочу, чтобы они ослабели в дороге. здесь видно, что библейское сострадание, оно что, оно кормит, оно может накормить. И везде мы можем видеть в многих местах Священного Писания, что Божьи люди, Иисус, апостолы и пророки, они сострадали с людьми, они переживали, им становилось жалко, они испытывали, знаете, вот эту жалость к людям, невысокомерие, они спускались на их уровень. И, знаете, вот, чтобы было сострадание, это спуститься на уровень человека и понять, что он ощущает, что он переживает, насколько ему плохо, насколько ему больно. И эта молитва, она должна выходить у тебя из сострадательного сердца, а не из, знаете, просто знания, что надо помолиться. И в Писании написано, мы все знаем, что тогда было великое, вообще, кормление. Величайшее кормление, но оно произошло тогда, когда Бог стал жалеть тех людей, которые были голодны. У него появилось внутри сострадание. Сегодня мир так устроен, что сострадание, оно выглядит какой-то слабостью. Если ты сострадаешь, переживаешь кому-то, кому-то помогаешь, сегодня это в мире некая слабость, сегодня все выглядит так, чтобы ты только заботился о себе, только о своем кармане, знаете, о своем хлебе, о своем доме. 1 Иоанна 3,17 написано, а кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Вот как ты видишь, когда кто-то в нужде, но почему ты не откроешь свое сердце, почему в твоем сердце нет сострадания, поэтому и нет чудес, поэтому и нету сверхъестественных дел Божьих, потому что нет сострадания, есть во многих случаях эгоизм. Давайте откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 15 глава, 20 стих. Вы все помните эту историю про блудного сына? Это вообще про кого история? Про тебя, Андрей? Это история про каждого из нас. И там есть Бог-Отец, там есть Церковь, и там есть старший брат или синдром старшего брата, который с отцом как бы молится за исцеление брата, за возвращение брата, а когда брат приходит, он разочаровывается, думает, что он пришел сюда. И здесь написано, встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сострадание, оно обнимает погибающих. Иногда я вижу, когда, иногда, знаете, ну, женщины, они хотят, чтобы ты их обнял, чтобы ты их высложил, или братья. человек нуждается в сострадании, и в сострадании есть исцеление. Вот когда мы кому-то приходим, знаете, у меня был такой момент, когда мне было трудно, и я искал человека, кому бы я мог, знаете, высказать какие-то вещи из своего сердца, и кто бы реально понял бы и помолился за меня. Я помню, приехал к такому служителю, пастору, он очень знаменитый, и я с ним начал говорить, и у нас зашел такой разговор, и я ему начал открываться, я начал рассказывать ему свое сердце. Я точно знал, если этот человек, он будет со мной, он переживет и помолится, Бог что-то сделает. И я ему рассказываю, я вытаскиваю из сердца какие-то вещи, и я жду, знаете, я жду сострадания, я жду молитвы, я жду исцеления. И он дослушал меня, и говорит, ты знаешь, вот разговор обрывает, ты знаешь, я скоро уезжаю, меня туда пригласили. А меня, говорит, туда пригласили. А меня, говорит, туда пригласили. И мы порой, Вот знаете, мы порой не видим и не слышим, что люди, они нуждаются в исцелении, и они обращаются к нам, они ищут сострадания, они ищут молитвы, они ищут помощи. А помните историю, давайте еще одну откроем историю, Евангелие Атеана 11.38. Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Помните исцеление того? Лазаря, воскрешение Лазаря. Ну вот интересный момент, он идет ко гробу, он знает, что его исцелит, но он же знает, а зачем скорбеть? А вот знаете, вот это скорбение, вот это сострадание, оно предшественник чудес, оно предшественник исцеления, оно предшественник чего-то важного, чего-то сильного. Он скорбит, потому что он страдает внутри, и сострадание, знаете, они, я не знаю, как вызывает силу Духа Божьего, но это что-то производит. Это что-то производит, и происходит исцеление, происходят чудеса. Я помню недавно, еду, останавливаюсь в магазине купить воды и мороженое. Захожу в магазин, а в магазине один продавец, я захожу, выбираю воду, мороженое, и заходит друг его. И друг заходит такой, о, привет, привет, и он, я слышу, продавец, Алексея тоже звали у него, о, такой бэджик, здоровый такой. И он такой друга просит, говорит, брат, купи мне, нет, воды. А тут ему, говорит, послушай, у меня, говорит, у самого денег мало, вечером 5 тысяч надо отдать. И такой, знаете, чип-чип из магазина и выскочил. А я смотрю, знаете, продавец, Лешка, воды попросил. И я начинаю расплачиваться, говорю, купи себе воды, давай я тебе куплю воды, ты ж не пива, а воды хочешь. Он такой смотрит на меня, да ладно, ты мне воды? Я говорю, да я тебе воды просто. Он как бы, да ладно, не надо, я говорю, ну ты ж пить хочешь, говорю. Он, хочу, я говорю, ну давай я тебе куплю воды. И, знаете, и он бежит по магазину, берет эту бутылку воды, там полтора литровую. И он счастливый такой. И я оплачиваю, ну ухожу. И он такой, знаете, мне вслед, ну такие, знаете, просто вот он говорит, спасибо тебе, друг. Я ему никогда не был другом, я просто проезжал и никогда, может быть, не заеду в этот магазин. Но, знаете, то, что я услышал, это вызвало внутри меня сострадание. Я иногда, у меня бывает такое, вот я стою в магазине и, ну, впереди меня стоит бабушка. И у меня иногда такое возникает, не часто, ну, просто, ну, закрыть ее счет, просто заплатить за нее. Знаете, что я хочу сказать? Это сложно сделать. Это реально сложно сделать. И вот, знаете, редкие мои попытки венчаются успехом. Но это редко сделать. Бабушка, она всегда защищает, а мое, я говорю, да это ваше, я просто оплачу. Мне просто это, ну, хочется сделать, это есть в моем сердце. Ну, я вас не люблю, ну, я вас не знаю. Мне просто это сказал сделать Бог. И они говорят, не, 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 это наше, мы заплатим сами. И люди не привыкли, знаете, принимать какие-то вещи в свою жизнь. Но сострадать мы должны. И мы должны учиться состраданию. Мы должны относиться к людям, а тех, кто нас обижает. Кто кого-нибудь когда-нибудь обижал? Остальных вообще не обижали? Так вот, к таким надо людям относиться с состраданием. Потому что они сами от себя страдают, от своей гордости, от своей наглости. Я помню, я помню, выезжаю, ну, выезжаю там из двора. И человек там несется просто. И останавливается, сигналит мне. И прям, знаете, вот, в мой адрес таким вот матом, знаете, вот. Я аж вот, мне никогда так уже давно не говорили. Мне так вообще на меня никто не ругался, никогда. Прям, знаете, вот, он прям матом на меня. И прям таким он прям пронизывает мою святость. И, знаете, вот, он как будто раздевает меня. Он как будто, знаете, снимает мой нимф. Он как будто вот все, все снимает с меня. И я прям чувствую, он поматерился и уехал. Знаете, что я делаю? Я записываю его номер автомобиля. Серьезно. Запоминаю его машину. И думаю, ну это будет встреча у нас с тобой однажды. И потом, представьте, проходит время, я сижу в машине. И ко мне приходит сострадание к этому человеку. Я понимаю, представьте, вот у него гнилость. Гнилой язык, гнилой дух, гнилая плоть, у него гнилая жизнь. Он питается падалью, поэтому он себя так ведет. Я сначала разозлился на этого человека, а потом у меня к нему появилось сострадание. Да мне, знаете, действительно жалко этого человека, каким он путем идет и куда он в итоге придет. И если мы будем, знаете, видеть вот так вот людей, относиться к ним с состраданием, не с ненавистью, не с жестокостью, а с состраданием, иногда некоторые люди, они сами страдают от себя. Им, они просто страдают, потому что они сами такие и есть. И им не надо причинять боль, они сами себя наказывают своими поступками и своими делами. И все, что нам надо, дорогие братья и сестры, к чему нас призывает священное Писание, к чему нам призывает Господь, это одеться в сострадание. Если мы не оденемся в сострадание, поверьте, наши молитвы, они не будут производить чудеса. Наши, знаете, наша любовь, она не будет действенной, наше прощение, оно не будет действенным. Но когда в нас есть сострадание, когда мы переживаем за человека, когда мы не просто, ну, давай я за тебя, нет, вникни, посиди, загляни в глаза, пусть придет сострадание. Тогда молитва, она будет помазанная, она будет Божьей, она будет как у Иисуса Христа, она будет как у многих служителей в Священном Писании, и она достигнет результата. Сегодня смотришь, люди там валяются, никто к ним не подойдет, никто не поможет, кто-то, вот просто люди сегодня отключились, они только зациклены на своем. Я, я, мое, мое, мое. Сострадание вообще не рассматривается как часть чего-то важного и божественного. Что ты за всех переживаешь, что ты за всех переживаешь, жене постоянно говорят, она за всех переживает. Она переживает за себя, за нас, за церковь, за соседей, за меня, и за всех просто переживает. Святая женщина. Живу со святой женщиной. Давайте откроем одно место из Священного Писания, которое мы закончим этот прекрасный, воскресный, помазанный день. Притча 22.9. Притча 22.9. Все открыли? Давайте откроем все. Выведите место. Милосердный будет, что? Потому что дает бедному от хлеба своего. Милосердный будет, благословляем. Давайте вот, давайте вместе скажем 3-4. Милосердный будет, благословляем. Потому что от хлеба дает своего. Милосердный он будет, благословляем. Потому что, знаете почему мы спасены? Потому что Бог за каждого из нас переживает. Переживает каждый день. Переживает. Ему жалко порой нас. Поэтому, по милости Божией, мы имеем спасение. Мы имеем исцеление. Мы имеем прекрасное будущее. Потому что есть тот, кто переживает за нас непрестанно. И когда мы приходим к нему в молитве, он не просто слушает нашу молитву, но он переживает в этой молитве за нас. И недавно мы читали по плану победы. Помните, нам было написано, кто читал, ты зайди в комнату и затвори дверь за собой. И отец, что там написано? Видящий тайное. Воздаст тебе что? Явное. Я хочу, чтобы у каждого из нас были тайные отношения с Богом. Тайные отношения с Богом. Чтобы мы Богу могли открываться и говорить все. Я иногда, знаете, недавно начал это делать. Начал открываться Богу в тайне. Говорить какие-то вещи, которые глубоко у меня. Которые я знаю в голове, но я их никогда не говорил своими устами. Кто понимает? Ты знаешь, что это есть. Но ты устами их не говоришь. Потому что ты думаешь, что Бог, он же и так в сердце видится. Нет, Бог наш слушающий. И Бог благословляет не за то, что видит, а за то, что слышит. Вот за это он и благословляет. Поэтому, знаете, у каждого из нас должна быть тайная комната с Богом, где ты должен открываться и говорить тайны своего сердца. Когда ты будешь говорить их своими устами, вслух, это будет резать даже твое ухо, твое сознание. Но в этот момент Бог будет сострадать тебе. Он будет с тобой рядом, потому что ты открываешься. И, знаете, наш Бог, он Бог сострадания, он Бог милости. Он, знаете, он с жалостью относится к нашим порокам, к нашим неудачам. И когда ты открываешь и говоришь, в этом есть сила Божия. Знаете, мне один человек исповедовался и открыл самого себя. Вот просто рассказал правду про себя. Кто понимает? Правду. Ему было так сложно это делать. Но он открылся и рассказал правду. Послушайте, такое Божие присутствие было с ним. И я на этого человека смотрю теперь другими глазами. Я смотрю на него, как на человека, который возрос вообще в Боге, предо мною и в духовном мире. И у меня есть к нему сострадание, есть молитва, есть понимание. Кто понимает? Это важные вещи. Перед Богом мы ничего не должны скрывать. Неужели надо сказать и об этом? Да, скажи ему и об этом в тайной комнате. И отец, видящий тайное, он увидит там, и сострадание придет у него к тебе. Он не сострадает тебе и нет чудес, потому что ты что-то скрываешь. Потому что ты ему не говоришь о своих слабостях, о своих пороках, о своем нежелании, о том, что у тебя нет отношений с женой, и нету чувств, и они разрушены, и они ушли, и ты их где-то потерял, и больше она тебя не привлекает. И ты начинаешь засматриваться на других женщин. Но это я из фильма говорю. Это я говорю вообще не из жизни, а из фильма. Я услышал где-то фильм. Когда ты начинаешь слух, я примеру говорю. Когда ты начинаешь слух, эти вещи говорить пред Богом. А у меня вот такие чувства, у меня, ну, тянется, ну, тянется мое сердце, моя рука к пороку, ко греху, к заклятому, к проклятому. Тянется, я уже докасаюсь. Ты ему в тайне это говоришь, он говоришь, говоришь. Бог начинает сострадать, и сила начинает приходить. Бог, ну, сила приходит от Духа Святого, понимаешь? Порой есть вещи, которые людям не расскажешь, кто понимает? Потому что Бог простит все, люди могут запомнить. Но ты открываешь перед Богом самые, самые тайные, потаенные, знаете, вот, а может Богу, знаете, просто надо прийти и сказать, Господи, я исследовал себя, я вообще не верующий. Я не верю в Тебя. И все вот это для меня, это просто религия. Я реально не верю в Тебя. Я реально потерял веру в Тебя, святость, страх потерял. Помоги мне, Боже, помоги. И ты кричишь в комнате, помоги, ты искренен перед Богом. И он говорит, вот такое мне нравится. Вот, вот, вот он, вот, вот, вот тот момент, когда я сейчас начну тебя спасать. Не когда ты ходишь, расправив крылья, расправив плечи, ты ходишь, все у меня хорошо. Нет, когда ты в тайне с Богом, ты выходишь из тайной комнаты. А твои дела, твои нужды, твое тайное уже запущены в работу ангелами. Уже твоя проблема прорабатывается и решается на самом высоком уровне. Бог смотрит и ищет, как тебе помочь, потому что Он сострадает. Он не хочет тебя погубить, Он не хочет разрушить, Он не хочет порвать. Но Он находит разные моменты, как тебе помочь, как послужить. Потому что ты перед Богом искренний. И у Него есть сострадание к тебе, к твоим порокам. Он был здесь на земле, Он знает, что тут происходит. Он знает, чем может человек обольщаться, чем он может угнетаться, что им может овладеть. Он все знает, но Он хочет услышать от тебя, что это произошло с тобой. Как мы хотим порой от наших детей услышать, что с тобой произошло, дочь, сынок. Когда они начинают открываться, пап, я вот это и вот это, вот это. А, ты понимаешь, ты понимаешь, они доверяют, они искренне. У тебя происходит сострадание внутри. И сострадание вызывает сильнейшее присутствие Божие, которое высвобождается в этом мире. Давайте быть сострадательным. Давайте понимать, что... Поэтому, как избранные святые и любимые Богом, оденьтесь в сострадание. Доброту, смирение, кротость и терпение. В сострадании всегда можно найти выход из ситуации и помочь человеку. Аминь. Давайте поднимемся. Сегодня есть, может быть, те, кто пришел первый раз на такое собрание и никогда не принимал Иисуса Христа в свое сердце как Господа и Спасителя. Первый раз. Как зовут тебя? Кто-то еще есть? Кто-то еще, кто первый раз никогда... Слава, я вообще эту пробу я проповедовал сегодня для тебя. Ты можешь сюда выйти? Можешь сюда выйти? Мы помолимся за тебя церковь. Ты принимал молитву? Слава, все сегодня просто так. Мы порой боимся. Мы деньги. Но это важно. Церковь, давайте согласимся в молитве. Просто помолимся за славу. Это слово было для него, его коснулся Бог, коснулось его сердце. Я не знаю, что в его жизни происходит, в чем его проблема, но если человек вышел и признал, что что-то есть в его сердце, давайте проявим сострадание. И пусть наше сострадание, пусть наша молитва, она поможет славе. И будет великое свидетельство славы Божьей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Который может отдать все, что дьявол собрал Вернуть все, что он мог убрать Я молю, прошу, прямо сейчас Пусть он даст исцеление мира Пование Принятие Отец, мы молимся Молимся и верим Верим и доверяем В нашем молении Я не знаю кто ты и откуда, но это все не случайно Благодать Господа нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа со всеми нами Аминь Аминь Аминь